ответственности нынешних руководителей государства за нарушение прав человека и вот эта вот коллегия Верховного Суда работает в течение пяти лет дальше, после истечения этих пяти лет происходит ротация эти люди, эта судейская коллегия кооптирует свой состав тех из российских судей которые они сами, здрасте, которые они сами посчитают компенсированными для этого то есть следующие пять лет работает уже гибридный состав Суда Верховного то есть половина судей это судей иностранные, половина судей это российские суди и наконец после этого переходного периода, через десять лет мы возвращаемся к нормальному формированию суда значит, что это дает? мы получаем, ну здесь могут быть возражения неужели мы не можем найти в России свою, как бы не найдем 117 человек, независимых, без прекрасных людей я думаю, что на самом деле, вот учитывая тот раскол общества, который сейчас есть учитывая огромную коррупционную составляющую и разложение судебной системы это будет трудно, потому что нужно найти не просто людей, которые будут честными, справедливыми это должны быть профессионалы высшей категории вот, если вы посмотрите, наверное, многие из вас видели решение международных судов ну хотя бы решение Европейского суда по правам человека и решение других судов, то мы видим, что каждое решение это там иногда на 50, иногда на 100, иногда и на 300 страниц мотивированное изложение, которое завешивает каждое доказательство рассматривает соответствующие прецеденты у нас этой правовой культуры просто нет мы должны попытаться ее получить я считаю, что тут вообще нечего стесняться есть, конечно, масса возражений но я думаю, что мы в ситуации, когда здесь необходимо повторить вот это вот смирение наших предков призвавших варягов здесь это нужно сделать вот, и так мы я думаю, что есть другие, конечно, могут быть возражения могут быть возражения относительно каких-то элементов государственной или коммерческой тайны которые могут стать известны иностранным гражданам но я думаю, что этот риск нужно сознательно принять понятно, что должен быть текст судейской присяги понятно, что это ни от чего не гарантирует но я думаю, что нынешнее состояние судебской системы это гораздо более страшная угроза вообще национальной безопасности России дальше, ну, совершенно очевидно, что создавая вот этот вот как бы независимый орган мы, тем не менее, получаем только верхушечную реформу задача состоит не в том, чтобы сменить верхушку задача состоит в том, чтобы изменить вообще правовую культуру и принцип работы судей по всей России снизу, сверху, донизу до мировых судей, до всех этих китайовых, так называемых которые тут нас судят это просто одезная судья Нижегородская то есть они должны быть их нужно заменить на новых суд просто вот такой импорт это, кстати, понятно, что достаточно дорогостоящая затея хотя дешевое правосудие очень дорого как практика показывает окоится государство и народу но просто такой импорт эту проблему решить не способно и поэтому я предлагаю второй элемент данной реформы это введение доктрины судебного прецедента как она существует в странах так называемого общего права то есть Великобритании, Соединенные Штаты и другие бывшие государства которые были раньше колониями Англии там везде это прецедентное общее право существует в том или ином виде ну, я не знаю, я кратко просто объясню, что это значит это значит, что такое прецедент это некая ситуация, которая в дальнейшем используется при возникновении аналогичной ситуации используется как образец для последующего поведения соответственно, судебный прецедент это фактическая ситуация которая когда-то была разрешена судом и в последующем, когда возникают существенные сходные ситуации суд, разрешая эту ситуацию обращается к своему предыдущему решению или решение вышестоящего суда там у меня все это достаточно складно изложено в тезисах можно потом посмотреть и почитать ну по сути дела что получается например это значит что если Нижегородский районный суд принял какое-то решение по какому-то делу то это решение как прецедент сходных обстоятельств будет связывать этот же суд и ниже стоящий мировой суд этого же района соответственно решение Нижегородского областного суда является образцом для решений районных и мировых судов прецедент созданный Верховным судом Российской Федерации является обязательным для применения всеми ниже лежащими судами и вот теперь посмотрим приходят эти действительно выдающиеся юристы как я надеюсь ну а практика работы международных судов действительно показывает что это люди отобранные по такому принципу обладают высочайшей правовой культурой вот и эти люди начинают пересматривать решения например по тем же политзаключенным понятно что амнистия всем политзаключенным это должно быть вообще актом номер один новой власти мы но амнистия это помилование я думаю что наши политзэки достойны того чтобы их дела были пересмотрены и реабилитации короче да чтобы если есть основания чтобы они были просто полностью реабилитированы и компенсации и прочие вещи которые связаны с восстановлением их прав и вот рассматривая уже эти дела этот суд будет создавать глобальные прецеденты глобальные вещи которые будут формировать подходы к уголовному по крайней мере правосудию к правам человека дальше если мы обратимся к необходимости привлечения к ответственности высших должностных лиц и вообще просто должностных лиц за нарушение прав человека это вообще отдельная тема конечно иллюстрация и уголовное преследование должностных лиц которые совершили на мой взгляд незаконные захваты и удержания власти путем фальсификации выборов это также военные преступления и преступления против человечности в ходе вооруженных конфликтов на Северном Кавказе то есть там достаточно много серьезных составов преступлений которые должен действительно рассматривать этот беспристрастный суд потому что понятно что любая коллегия судей которая будет набрана здесь она будет так или иначе пристрастна есть опасность что мы пойдем не по пути правосудия а по пути мести так вот рассматривая дела бывших политзеков и рассматривая дела высших руководителей государства я думаю что Верховный суд как раз создаст те прецеденты которые дальше станут обязательными для всех ниже стоящих судов а дальше уже пойдет селекция что называется выживание сильнейших вообще правила применения прецедента они достаточно сложны они требуют очень высокой правовой культуры то есть из прецедента нужно выбрать главную часть правовую суть правильно его применить есть прецеденты ну я вот это описываю наверное не буду я на этом останавливаться есть прецеденты обязательные есть прецеденты так называемые авторитетные например суд Нижегородский районный суд не обязан применять скажем прецедент советского районного суда но может на него сослаться если он находит его правильно то есть это совершенно другая судебная техника совершенно новая другая правовая культура и если мы введем правило что суди которые скажем их решение по формальным основаниям будет отменено хотя бы 30% вот по неправильному применению этой нормы этих норм прецедентного права этот судья должен уходить в отставку то есть за 5-7 лет я думаю с этой системой после первого шока действительно шоковой терапии будет для судебной системы будут отбираться действительно лучшие кто не сможет работать в соответствии с правом те должны уйти и в течение вот этого десятилетнего переходного периода должна быть сформирована новая правовая культура новая архитектура архитектоника что называется вот этих вот отношений внутри судебной системы и понятно что первые годы это будет вал пересмотра в дел это будет некая действительно очень сложный момент для судебной системы но и мне кажется что игра стоит свеч и я я честно говоря не вижу другого выхода я понимаю что я мог могу быть обвинен в непатриотичности я совершенно четко понимаю что у этой системы крайне дорогая но я я не вижу каким образом быстро в России сейчас набрать высокопрофессиональную судебную скамью причем поймите еще одну вещь если мы сейчас ну вот в свое время Эдуард Вениаминович Лимонов предлагал давайте мы наберем верховный суд из известных адвокатов и правозащитников ну вот я помню Сергея Адамовича Ковалева когда он очень мудрую вещь сказал говорит мы все правозащитники привыкли клятву на скрижалях права но я знаю очень мало правозащитников которые эти права хорошо знают к сожалению это так тоже можно сказать и об адвокатах адвокаты вообще разные бывают наверное многие сталкивались с недобросовестными адвокатами и опять же возникает вопрос критериев а как по каким критериям этих людей отбирать потом представьте себе низовых судей там которые сидят в районных судах в областных судах значит приходят можно предложить как способ тоже да 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 Алексей вот я как раз хотел бы услышать обсуждение сейчас я просто договорю вот и а дальше представьте себе вот сидит какой-нибудь с 20-летним стажем судья может быть не самый мерзавец я думаю что самые мерзавцы должны просто в первые же дни иллюстрированию подвергнуться те кто выносил решение там обвинительных за участие в тех же мирных собраниях без вопроса вот и вот он сидит он в принципе ну он считает себя профессионалом и вдруг у него в верховном суде появляется какой-то с его точки зрения выскочка которая начинает ему диктовать совершенно новые правила это может быть значительной степени саботировано и бойкотировано судейским сообществом другое дело когда там наверху появляется судья с 30-летним стажем да пускай это зарубежный человек который известен там морем своих научных публикаций известен решениями известен интересными делами это уже будет совершенно другой уровень и уважение к авторитету этих людей вот поэтому вот такое предложение еще буквально два два слова наверное я углубляться не буду вот у нас тоже очень популярно говорить о люстрациях и точно так же как и судебная реформа у нас нет пока ни одной внятной концепции ни одного внятного законопроекта о системе люстрации я думаю что я не знаю в ходе дискуссии готов просто не хочу сейчас на это отвлекать внимание готов изложить свое видение по этому поводу я тут как раз несколько дней пытался читать то что есть то что доступно опыт стран восточной Европы и в общем представляется на мой взгляд что должно быть два уровня правового реагирования на те нарушения прав человека и нарушения фундаментальных конституционных принципов которые предошли у нас в течение последних так скажем десяти лет то есть с одной стороны это некий уровень административный в виде запретов на профессию определенным категориям лиц то есть понятно что это правительство понятно что это руководство МВД ФСБ понятно что это лидеры партийных организаций Единой России понятно что это центральная избирательная комиссия то есть это просто по формальным признакам должны люди подвергаться ограничениям допустим на 5 или 10 лет занимать государственные должности и преподавать чтобы не отравлять так сказать мозги молодого поколения вот а второй уровень это собственно судебный то есть это уголовное ответственность для лиц которые не просто участвовали в этой противозаконной деятельности в качестве винтиков а действительно совершали уголовные преступления мне кажется нужно обязательно предусмотреть чтобы решение о вот этой вот запрете на профессию могли быть обжалованы в судебном порядке иначе мы опять таки получаем месть а не правосудие вот и мне кажется что учитывая вот такие вот сложности в рамках Верховного Суда должны быть созданы специальные палаты для рассмотрения преступлений связанных с гробными нарушениями прав человека и такие же специальные палаты должны быть созданы в областных судах субъекта федерации собственно это опыт Камбоджи это опыт специальных палат в судах Камбоджи для рассмотрения преступлений совершенных в период Красных Кмеров если вы зайдете на наш сайт муп.инфо там мы освещаем вот эти вот судебные процессы там можно посмотреть как там там гибридный суд он наполовину состоит из Камбоджийской на половину из международной как там налажено это взаимодействие как там действуют институты сообвинителей институты следственных судей это все достаточно интересно и этот опыт действительно очень поучителен он есть в мире его нужно я не призываю слепо копировать цельные модели но я бы призвал коллег об этом обо всем подумать и я бы хотел вот Денис кстати хотел бы я поговорить не знаю с той же Кариной Маскаленко с нашими юристами и было бы на самом деле здорово провести где-то я не знаю осенью зимой конференцию юристов с этой темой судебная система после Путина потому что никто не понимает что делать вот я в общем предложил эту модель я говорю скорее для возбуждения дискуссии ну вообще это тема которую надо обсуждать нужно обсуждать в кругу специалистов и очень бы хотелось какой-то поддержки не вопрос один сразу вот собственно все что я хотел кратко сказать более подробно есть в этих самых тезисах можно? да да Алексей я тоже юрист как юрист как человек который подавал заявление в судебный департамент на вакансию судье и как внесенный тоже в черные списки получивший запрет на специальность тоже свои соображения по этому поводу хочется высказать вот я даже не берусь критиковать как бы за или против то концепцию который предложил Станислав Дмитриевский просто мне кажется что можно все сделать гораздо проще во первых здесь вот основной тезис который как бы он остался немножко не подчеркнутым это именно система после Путина но я думаю что нет смысла вообще здесь упоминать Путина то есть здесь лучше сказать что судебная реформа возможно лишь в том случае если будет произведена смена социально-политической концепции государства то есть произойдет своего рода революция как это произошло в 17-м году какой был один из первых декретов советской власти декрет о суде вот я думаю здесь можно вспомнить этот декрет и что он собой представлялся в двух словах то все сотрудники судов увольняются спецы без которых нельзя остаются в качестве консультантов вот такой был декрет советской власти и это обеспечило определенную поддержку и новой власти и революционные трибуналы своего рода дети были они вот в нашей ситуации государственное реформа она опять же возможна лишь декрет при смене власти при смене данного строя на социально-справедливый строй в правительстве мы как бы презюмируем что новая власть это будет социально-嗎 праведливо власти хотя конечно это не факт но если исходить из такой теоретической посылки что новая власть она будет всенародной избранная она будет социально справедливая, это будет народная власть. Вот если исходить из такой посылки, то можно проводить судебную реформу, отчасти взяв опыт советской власти, и учтя те факторы, которые приводят к полнейшей коррумпированности современной судебной системы. Вот я как выпускник Юрфакта столкнулся с тем, что в суды в основном берут сынков и дочек судей, прокуроров, то есть своих и наших, это блат, это чистой воды блат. Человек родился в семье судьи, он знает, что все его будущее устроено. Если он захочет быть судьей, без проблем, мы тебя устроим, любой суд, наш сыночек. Во-первых, во-вторых, они учатся бесплатно. Вот эта халява для сынков-судей, очень интересная, они учатся за счет судебного департамента. Вот сейчас говорят, платное образование, платное образование, одно из самых высоких по стоимости образования, это, естественно, юридическое. Так вот, судьи, которые получают сейчас 100 тысяч наиболее зарплаты, их сынки и дочки учатся бесплатно за счет судебного департамента. Получается воспроизводство вот этих кадров. И я думаю, это одна из главных причин вот этой коррумпированности, закрытости семейственности, которая существует в судебной системе. И именно с этим фактором нужно бороться. Я думаю, на данном этапе, хотя мне могут возразить, что вот, там судебная династия, там 10 поколений юристов, там и т.д. и т.п. Это может быть. Но если все 9 предыдущих поколений были коррупционерами, мы это знаем, и выносили неправосудные решения, то произойти чудо, что вдруг его отпрыск станет выносить правосудное судебное решение, но это просто невозможно логически. Поэтому я считаю, что, во-первых, смена власти, во-вторых, новый декрет о суде, запрет трудоустройства в данной сфере, сынкам и дочкам, грубо говоря, своим и нашим, просто-напросто запрет. Из этой среды не брать. Откуда брать тогда, скажут, нет кадров? Извините, на юрфаках переизбыток студентов ломятся туда до сих пор. Хотя говорят, да не ходите, нет спроса, нет спроса, это огромное количество студентов на юрфаках учатся. И они все талантливые люди. Вот мне в свое время закрыли этот путь. Сначала мне намекнули, что 100 тысяч стоит, чтобы тебя хотя бы включили в эту очередь. Но потом, когда я засветился уже в своей правозащитной деятельности в прокуратуре, мне просто-напросто сделали запрет на специальность. Так вот, эти выпускники юрфаков, талантливые люди, некоторые из них даже из обычных простых семей, даже из бедных семей, нужно открыть им дорогу. Это наши люди, которые, многие даже совмещают работу и учебу. Они уже с годы студенчества, они уже познали вот как бы жизнь. Не все, конечно. Большинство на юрфаке, конечно, это мажоры, это мальчики, за которых платили или девочки. Вот, но есть нормальные люди. И им нужно открыть дорогу. И за счет них скомплектовать новую судебную систему, новые суды. Поэтому нет никакой необходимости призывать варягов. Я думаю, вполне можно решить это на собственных ресурсах, открыв дорогу талантливой молодежи. Вот и все. И запретив туда, ограничив, возможно, запрет будет временный, но ограничив доступ туда, грубо говоря, блатным. Вот такое решение. Может, оно слишком упрощенное, но это просто в рамках дискуссии. Без глубокого консультата и проработка. У меня вопрос просто один. А что делать с Верховным судом? Студентов набирать в Верховный суд? Верховный суд? Да, набрать туда студентов, конечно, надо. Что надо делать? В свое время революционный трибунал, ваше революционный трибунал, было рабочие, и солдаты, и крестьянины, и нормальные справились. Вы думаете, Верховный суд какой-то особой квалификацией отличается? Нет, конечно. Вот я расскажу, какое решение из Верховного суда я получил по моему увольнению с прокуратуры. Мне прислали два листочка, на которых что-то было наплевано. Они были даже не скреплены и не опечатаны. То есть два разрозных листочка. Это уровень Верховного суда. Ребят, там ничего. Там все такие же тупые дуболомы, как и везде. Так ты считаешь, что нужно так и оставить, да? А вы знаете, какие бывают выпускники ИРФАКов? Посмотри, пожалуйста, решение... У нас выпускники ИРФАКов, иной раз пишут научную работу, наверное, диссертацию. Вы думаете, там некого набрать? Там вполне можно набрать. Я был на десятках научных конференций. И я встречался с молодежью. У меня 23 научные публикации, и это не предел. Есть более талантливые люди, чем я. И они вполне могли бы быть даже после ВУЗа. Можно вопрос? Я не сомневаюсь, что можно и среди студентов набрать судей Верховного суда. Вопрос, как и кто это будет делать? По каким критериям? А мы говорим, что власть у нас меняется. Мы говорим, что это политическое решение. И в данном случае власть у нас формирует какие-то органы. Вот когда произошла революция с 17-го года, я занимался этим СНК. Вот, то есть лично Владимир Ильич. Видимо, здесь тоже будет заниматься правительство, которое будет сформировано. Сейчас, по сути дела, тоже занимается президентом. Он назначает судьи. Алексей, вот у Стаса, по-моему, этот момент как раз был раскрыт в его выступлении. Он как раз говорим о том, что любая партия, любая власть, которая вновь появится, у нее будет очень большой соблазн использовать этот корпус судейский, создать судебную систему в качестве приводного ремня. Совершенно верно. Нам очень важно... Я теоретически допустил, что эта власть будет как бы всенародной и социально справедливой. Вот такое теоретическое допущение было сделано в начале моего доклада. Алексей, просто этого ни разу еще в истории не происходило. За этим я согласен. Харь из практики, это действительно проблематично. Вот допустить вдруг, что именно у нас в России, вдруг однажды возникнет такая идеальная социально справедливая власть, ну вот мне как раз та самая логика и не позволяет, на которую ты сценивался. Я согласен. Я скорее поверю, что в десятом... И власть и тварягов тоже свои недостатки можно изыскать. Минуточку. Я скорее поверю, что в десятом поколении юристов, если девять поколений были коррупционерами, то в десятом он станет некоррупционером. В это я еще готов поверить. А вот в то, что вдруг появится социально справедливая власть, я считаю, что такого не бывает в принципе. Социальную справедливость вообще обеспечивает не власть, а те силы, которые эту власть формируют. Это либо гражданское общество, либо это какие-то противостоящие друг другу политические группы. Тогда остается выборность судей. Вчера вот здесь прозвучало, кто-то еще говорил об этом. Выборность судей. Ты имел в виду вот это, когда апеллировал к опыту советской власти. Выборность судей народа. Я апеллировал лишь в плане смены, полное кардинальное увольнение предыдущих кадров. А то как набирать, это можно обсуждать. Можно делать выборность. Вчера я это прозвучал, по-моему, отличная идея. Каждая кандидатура проходит на отбор, одобрясь. Ты как юрист помогаешь, что люди в состоянии выбирать квалифицированного судью? Почему нет? Если они выбирают власть, если они выбирают губернатора, президента, почему они судьи не могут выбрать? Ну, всталининг, выговорили, все дискутировали. Мы слимем создать условия для качественного выбора, формирования. Мы здесь говорим, что власть как бы создаст такие условия. Потому что они ничего не решают. Почему вы считаете? Разобраться в пачку сигарет, пообещай, они проголосуют за любого судьбу, за любого кандидата. Ну а дальше в суд. Нормально же. Тогда, значит, давайте самодержать. Нет, Алексей, вот выбрать из нескольких политических программ люди, я помогаю, и могут, и имеют право. А вот как они будут отбирать лучшего судью? По каким критериям? Вот это как? Предложение по этому поводу. А чем он уже с нами нет? Я упрощаюсь, что есть действительно... Ничего не повышен, которые там в конференциях, в публикациях много, да, достижениях. Так вот, со всех вузов, я уверен, по становлениям правительства, отобрать энное количество вот таких вот, ну, задающихся, да, выпускников, и их, ну, в районных судах будут вместить. Так вот, верховный суд все равно... Нет, но вчера нам Леша Горшков пытался доказать, что есть хорошие...